Микеланджело Буонаротти. Скурптор, художник, поэт и мыслитель. Один из крупнейших мастеров эпохи Возрождения. Полное имя Микеланджело Ди Ладовико Ди Леонардо Ди Буонаротти Симони. Микеланджело родился 6 марта 1475 года в тосканском городке Капрезе в семье обедневшего флорентийского дворянина Ладовико Буонаротти. В течение нескольких поколений представители рода Буонаротти Симони были мелкими банкирами Флоренции, но Ладовико не сохранил финансовое состояние семьи, иногда занимал государственные должности. Известно, что Ладовико гордился своим аристократическим происхождением. Ведь род Буонаротти Симони претендовал на кровное родство с Марк графиней Матильдой Коносской. До Микеланджело очень мало художников претендовали на такое происхождение. Художники не имели не только гербов, но и настоящих фамилий. Их называли в честь отца, профессии или города, и среди них такие известные современники Микеланджело, как Леонардо да Винчи и Джорджони. Мать Микеланджело, Франческо Денери де Миниата дель Сиена, рано вышла замуж и умерла от истощения частыми родами в год его шестилетия. Микеланджело ни разу не упоминает о ней в своих воспоминаниях. Отец Микеланджело, Ладовико Буонаротти, не был богатым. Его доходов не хватало, чтобы содержать множество детей. Приемные родители Микеланджело, супружеская пара Тополина, были гончарами, и, живя с ними, он научился лепить горшки и украшать их раньше, чем научился писать и читать. Своему другу и биографу Джорджо Вазари сам Микеланджело потом говорил, Вскоре Микеланджело отдали в школу во Флоренции, но юноша не проявлял особого интереса к учебе и предпочитал общение с художниками. И перерисовки церковных икон и фресок. В 1488 году отец смирился с наклонностями сына и поместил его учеником в мастерскую к художнику Доминика Герландаю. Микеланджело получил возможность ознакомиться с основными материалами и техникой, копировать произведения флорентийских художников Джотто и Мазаччо. Год спустя Микеланджело переходит в школу скульптора Бертольда де Джованни под патронатом Лоренцо де Медичи. Медичи распознает талант Микеланджело и покровительствует ему. В период с 1490 до 1492 года Микеланджело живет при дворе Медичи. Он дружит с Джованни, вторым сыном Лоренцо, будущим папой, Львом X, и Джулио Медичи, внебрачным сыном Джулиано Медичи, будущим папой, Климентом VII. Гений Микеланджело наложил отпечаток не только на искусство возрождения, но и на всю дальнейшую мировую культуру. Деятельность его связана в основном с двумя итальянскими городами – Флоренцией и Римом. По характеру своего дарования он был прежде всего скульптор. Во Флоренции Микеланджело создал статую Давид, ставшую на многие века эталоном изображения человеческого тела. В Риме – скульптурную композицию Пьета. Джорджио Вазари, первый официальный биограф Микеланджело, писал, что Давид отнял славу у всех статуй, современных и античных, греческих и римских. Наиболее важным заказом было для Микеланджело назначение главным архитектором собора Святого Петра. Микеланджело пожелал, чтобы в указе было объявлено, что он служит на строительстве из любви к Богу и без какого-либо вознаграждения. По заказу Папы Юлия II он выполнил роспись потолка Сикстинской капеллы, представляющую библейскую историю от сотворения мира до потопа и включающую более трехсот фигур. В той же Сикстинской капелле для Папы Павла III Микеланджело исполнил грандиозную, полную драматизма фреску «Страшный суд». Гёте писал, «Не увидев Сикстинской капеллы, трудно составить себе наглядное представление о том, что может сделать один человек». Архитектурные работы Микеланджело – это ансамбль площади Капитолия и купол Ватиканского собора в Риме – поражают своей красотой и величием. В 1536 году в Рим приехала 47-летняя вдовая поэтесса Витория Колонна, маркиза Пискара, и заслужила глубокую дружбу 61-летнего Микеланджело. Витория стала единственной женщиной, имя которой прочно связывают с Микеланджело. Такие строки посвятил ей Микеланджело в своем сонете. «Жду ли радости, тревога ли сердце давит, Мудрейшая, благая Донна, вам обязан всем я, И тяжел мне срам, что вас мой дар не так, как должно, славит». До наших дней сохранилось около 300 стихотворений Микеланджело. Микеланджело начал писать стихи еще в детстве, однако их осталось не так много, поскольку он сжег большинство своих ранних стихов, а еще часть уничтожил уже позже, перед смертью. Еще при его жизни часть стихотворений была положена на музыку. Позднее на его стихи писали музыку такие композиторы, как Рихард Штраус, Дмитрий Шостакович. Произведения Микеланджело считались наивысшим достижениями искусства, возрождения еще при жизни самого мастера. Микеланджело прожил почти 89 лет, целую эпоху от периода высокого возрождения к истокам контрреформации. За этот период сменилось 13 пап римских. Он выполнял заказы для 9 из них. Микеланджело также был первым представителем западноевропейского искусства, чья биография была напечатана еще при его жизни. Микеланджело умер 18 февраля 1564 года в Риме. Перед смертью он продиктовал завещание со свойственной ему немногословностью «Я отдаю душу Богу, тело земле, имущество родным». Папа Пий IV собирался похоронить Микеланджело в Риме, построив ему гробницу в соборе Святого Петра. 20 февраля 1564 года тело Микеланджело было временно возложено в базилике Санте-Апостоле. В 1564 году тело скульптора было тайно перевезено во Флоренцию и торжественно погребено в церкви Санта-Крочи, недалеко от могилы Макеавелли. Я благодарю вас за внимание, если вы досмотрели этот фильм до конца. В следующих фильмах я продолжу рассказ о творчестве Микеланджело Буонаротти, о его знаменитых скульптурных творениях «Давиде и Петте», а также о росписи Сикстинской капеллы, которую посещают до 5 миллионов человек в год, и многое другое. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вопросы и пожелания. Смотрите мои новые фильмы каждую среду на канале Стория Тиарты. До новых встреч, мои дорогие зрители! Субтитры сделал DimaTorzok